В Казахстане выросли ставки минимальной заработной платы, месячного расчетного показателя и не только. Если в прошлом году размер минимальной заработной платы составлял 70 тысяч тенге, то в нынешнем он вырос до 85 тысяч. Увеличился и месячный расчетный показатель 3692 тенге. Однако вместе с тем, с размером минимальной зарплаты выросли и суммы налоговых отчислений. Напомним, с 1 января начался отчетный период для владельцев ИП. В целом предпринимателям необходимо будет сдать три вида отчетов. Это квартальный, полугодовой и годовой. Финансовую отчетность можно будет провести через приложение казахстанских банков, а также с помощью ключа ЭЦП через сайт налогоплательщика или через приложение ЕСАЛЫХ. При возникновении проблем каждый представитель бизнеса сможет получить бесплатную помощь в Палате предпринимателей Атамикен. Сроки налоговой отчетности по упрощенной декларации с 1 января по 15 февраля. Теперь минимальный взнос для пенсионных отчислений будет составлять 8500. Ранее было 7000. То есть в связи с увеличением минимальной заработной платы и ставка пенсионных платежей тоже увеличилась. Минимальные отчисления, соц. отчисления будут составлять 2975. И минимальные взносы на медстрахование, если ранее было 4900, то сейчас 5950. Если у вас возникнут трудности, консультанты Палаты предпринимателей всегда окажут вам поддержку. В свою очередь специалисты Департамента государственных доходов Палматинской области напоминают, что с 1 января начался третий этап всеобщего декларирования. Финансовую отчетность в этот раз обязаны сдать руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. В декларации отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество, физлица, недвижимость и транспорт за рубежом, деньги в иностранном банке свыше тысячи МРП, цифровые активы, биткоины и другое, наличные деньги в пределах 34,5 миллионов тенге, то есть 10 тысяч МРП и прочее. Сдать декларацию нужно до 15 сентября текущего года. Сделать это можно через кабинет налогоплательщика, мобильное приложение ЕСАЛЫ Казамат или через веб-портал электронного правительства. Те, кто не сдаст во время декларацию, получат предупреждение. В случае нарушения, невзирая на данное предупреждение, будут уже выписаны штрафы в размере 15-ти месячных расчетных показателей.